Птица у нас она тоже сертифицируется, тоже она имеет свои нормы содержания, как по площади помещений внутри, так и по площади свободных уголов. Чем отличается птица био от птицы не био? То, что она просто пасется. Она должна питаться кормами, которые произведены на биопредприятии, либо быть купленными, либо своими. Так, Андрей Валерьевич, подойди сюда. Подходи, поправлять будешь меня. По площади, значит, есть нормированная площадь у них улицы, значит, на одну птицу здесь должно быть, по-моему, 6 квадратных метров, или 4, 4 квадрата. И по площади внутри помещения 6 голов на квадратный метр. Да, не более, значит, количество этих самых, там, где несутся, они, как они называются, выскочила, гнезда. Количество гнезд тоже регламентируется, вот, поэтому все регламентировано, все, вот этот вольер, он тут с избытком, тут 1000 на 3, он, по-моему, тут в перспективе можно еще одну поставить. Значит, поголовье, сейчас у нас там 1000 900 или 60, ну, по нормативам, я их больше просто не беру, у вас есть норма взять, все. Я бы, конечно, взял, но я вам скажу так, что, когда им тесно, они совсем по-другому себя ведут. Им тесно, у них начинается каннибализм, у них начинается куча проблем с питанием, с перегревом и так далее. Вот, все, питаются отходами производства, дробленка, там мы купили два года назад, наверное, полтора года назад, купили комбикормовый мини-церк, скажем так, который, есть там, значит, всасывающий рукав, такой типа эксгаустера, потом подается все в большой бункер, такой конический, там это стоит вертикальный шнек, то есть мы берем одного корма, есть рецептура, согласованная с инспектором, мы все это делаем, ну, как мы согласовываем, значит, мы рукавом засасываем, допустим, один компонент, второй, третий, четвертый, пятый, все, что проходит через всасывание, проходит через весы, автоматически, написано, допустим, у оператора колбы, там, скажем, 100 килограмм, того-то там, 50 килограмм, того-то там, 30 килограмм, все по весам закачал, там все перемешалось, идет подача на гранулятор, и мы получаем корм, уже все вместе, мы даже туда добавляем сразу ракушку, ракушечный карьер, который, настоящий известняк, находится аж в Зайейском, там, единственная, у нас на Юле карьер, огромный, правда, карьер, там, довольно-таки дешевая ракушка, это настоящая известняк, и мы сразу в корм добавляем известняк, и они съедая эту гранулу, они получают сразу все, и известь для, ну как, ну, витамины, это вот улица, для скорлупы, для костей, все, потому что, когда не хватает извести, весь кальций уходит из костей яйцо, и курица квелая становится, регулярно мы перевешиваем ее раз в 10 дней птицу, вот, ну как, не то, что каждую, конечно, выборочно, берется, там, 20 голов, средняя, статистическая, и так вот, примерно точно, порода Хайсекс Спраун, это самый оптимальный, самый оптимальный кросс, который, практически, где-то порядка, 340 яиц в год несет, да, но это в интенсивном, это, где он сидит в клетке, и как машина из пистолета, эти яйца у него вылетают, здесь, это меньше гораздо, но, тем не менее, во-первых, они гуляют, уже двигаются, получаете? Больше, 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 а нельзя, нельзя, ну, а если вдруг кровь в желудке, а вы что, завтра нас евреи всех тут сдернуть, конец, и этот самый, пробуете, белопрепаратки здесь, здесь, нет, самое, добавляли немножко, ну, сейчас посмотрим, что она будет, ну, как бы, процесс идет, у вас маточное подолубье есть, вы сами выводите, нет, здесь порядок, здесь порядок такой, значит, куры, берутся в возрасте, где-то порядка 100-120 дней, берем на птицефабрики, куры проезжают в хозяйство, и они проходят адаптацию, у них период конверсии 60 дней, вот после, как раз через 60 дней, где-то они начинают нестись, они начинают нестись, ну, понятно, яйцо мелкое, оно не товарное, ну, мы его за очень небольшие деньги пытаемся продавать, но не всегда все получается, для того, чтобы яйцо не пропадало, 300 штук в день, когда их накапливаются, там были по сроку годности, мы их отправляем тоже на кормоприготовление, они уходят туда, перемешиваются с кормами и уходят в гранул, просто так кормить, они потом начинают расклевывать яйца, яйца в гнездах, поэтому все идет через грануля, универсальное средство и очень эффективные минимальные отходы, вот это поголовье съела с 1 апреля, когда мы, в понедельник, 20 тонн корма, а с какого возраста они начинают товарное яйцо, вот они начинают нестись, начинают, вот привезли, им было 120 дней, 60 дней прошло 1 апреля, 1 июня, вот они, через полгода получают, они начали нестись в мае, в среднем, вот сейчас доля крупного яйца, уже начала превышать долю мелкого яйца, ну очень... И вы его сортируете по-прежнему, да? Да, то, что уже вышло на среднее и среднее плюс, к крупному, к товарному, мы там по одному яйцу, как бы, укладываем, оно трудно отличить, ну, как бы, вот так. И сколько времени они несутся, потом год, два? Ну, несутся, где-то, порядка 10-11 месяцев, потом период линьки, потом 2-3 месяца и начинают нестись по новой, но там яйценоска снижается, процентов на 10-20, на второй год. Ну, рекомендации держать 2 года и потом их уже отправлять на откорм. А это какие содержания вот это? Или они зимой выходят? Нет, зимой, если погода нормально, выпускаем, конечно, снега по колено, куда их выпускать? А так они ходят до пози, до заморозка, и в заморозки ходят. Это сейчас на лето мы в северную сторону, они нам сейчас траву уже почти выбили, потом будем на южную сторону переводить, у нас и там выгула, и тут выгула. Ну, вот все, что... А они не перелетают? Или вы им перелетаете? Нельзя резать, вы что? В биопроизводстве рога нельзя допилить? Нельзя же рога пилить второго. Только наставлять. А что лететь? Куда лететь? Ну, и тут как... Ну, и крыль нельзя подрезать, плев, точно нельзя... Да. Алексей Иванович, а вот потом вы на откорм, через 2 года, да? Это уже не мы. Уже не вы? Нет, я их продаю ищу. А я думал, что вы и как био мясо не... Очень много проблем с утилизацией потрохов, перьев и всего прочего. Ну, уже есть клиенты, которые проезжают, забирают. Но они, наверное, еще и старые? Они откармливают и суповые наборы идут. Там мяса нету. Алексей Иванович, ну, по экономике хозяйства, вот у вас самая, как, рентабельная позиция, это хлеб, да? Хлеб, куры, хлеб, яйцо, да? Хлеб, да, хлеб, яйцо, крупы. А что по объемам? Вот хлеб занимает, какой объем, ну, сколько процентов из того, что вы перерабатываете? Суммарно? Ну, процентов 40 на хлеб уходит. Процентов 40 хлеб, а крупы, процентов 10, пятна. Ну, крупы, в общем, вся бакалея с мукой. Наверное, еще процентов 30, процентов 20, 30 и все. Ага, ясно, ясно. Хорошо. Если, ну, у вас же есть еще и оптовая продажа зерна. Она, она тоже рентабельна, да? Рентабельна. Но наивысшую рентабельность дает вот. А если говорить, вот, допустим, о полбе, как увеличивается, насколько увеличится рентабельность, если ее переработать и выпечь хлеб, и реализовать хлебом? Ну, если... Во сколько у вас зарастает рентабельность? Я скажу так, маленький пример. Значит, с гектара зимой пшеницы мы реализация, ну, скажем, даже при урожайности 5 тонн с гектара, ну, это сложно говорить. В среднем берем, среднегодовую, там, 5-летнюю, 45 тонн с гектара, но для удобства счета пускай будет 5 тонн, да. Вот, 5 тонн с гектара, даже среднюю ценностью в 8-м за последние годы 10 рублей, это сколько, 50 тысяч. 35 тонн с гектара дает у нас полба, выход полбы нормальной товарной зерна 50%. Ага, 17, 17, да. Вот, и мы, надо привязываться вообще в расчетах гектару. Да, конечно, конечно, гектару, хорошо. И если выпить хлеб из полбы, продать его, то с гектара получается 120 тысяч. 120 тысяч. Да, то есть в 2,5 раза больше, да? Да. Ну, ребята, как подумаешь, естественно. Там, как подумаешь, либо это, либо просто высыпал в трюм корабля, получил эти 50 тысяч и замок повесил, домой пошел. Да. А реализация по всей стране, да? Ну, да, мы работаем со многими компаниями, отправка осуществляется транспортными компаниями. Если какие-то оптовые продажи, то, допустим, вот в Сибири, там, в Селябинске приезжали, они сами присылали свои фуры, забирали зерно. Ну, полку забирали, да. Другие тоже, Москва, если берет большие партии, то они присылают фуру, мы тут просто грузим. И все. Из культур, выращиваемых у вас, наиболее рентабельный пол, боба, рож, спельта, да? Вот эти вот трое центра. Почему? Все рентабельно. Просто у бобовы другая цена немножко. Если бобовы дают, допустим, от 10, ну, 17 центнеров даже чечевица, там и ценник другой. Поэтому, вот так. Ясно. Хорошо. Алексей Валерьевич, а вот вы говорили, ну, не сейчас, не сегодня, а в прошлый наш приезд два года назад, что первые годы у вас даже убыточно было, да, Био? Мы же ничего не продавали, как Био. Мы его так же, как в общем, продавали. Вот, вот, получили прибыль. Прибыль начнется тогда, когда начнется реализация, как Био. Реализация Био начнется только при грамотном создании всех отделов продаж. Отдела продаж. Должен быть отдел продаж. Без отдела продаж, ну, никаким чудом, ничего не продадите. Но сейчас еще прибыли не получаете? Сейчас, как бы, получаете? На какой год это? На пятый, седьмой? Случилось? Я думаю, так. Вот на седьмой. Ну, знаешь, ну, вот уже все денег, вот тут все, что построено, это за собственные деньги. Там ни одного рубля кредитов нет. А, ну, просто прибыль была, просто она уходила, вкладывалась. Понятно. А вот у вас 400 гектаров, это 400 собственной земли? Или всего 400 собственной, 400 грилов? Будете покупать, будет увеличиться белым? Да. Какой-то предел есть? Как там пахловорка? Жадности предела нет. Альси, как био? Вы всю продукцию, вот этих вот 400 гектаров продаете? Или как товарную, как обычную что-то продаете? Когда нужны деньги, продают просто как товарную. Потом возникает в производстве, всегда возникает ситуация, да, когда нужны, ну, просто нужны тупо деньги. А какую часть, ну, процентов 10, в среднем, если по годам? Я не знаю, не считал. Первые лет 5, да, все продавалось, вообще как ни био. Рынка не было. А сейчас здорово уменьшилась эта доля, как ни био? Да, сейчас сократилось. В этом году вообще мало продали такого. Ну, и остаток переходящий, сколько там? 500 тонн, 500 тонн переходящих остатков. Не продали, не смогли продать. Ага. Ну, они не пропадут. Конечно, нет, нет, есть культуры, которые просто нельзя держать, как переходящие. Допустим, бобовые, с ними ничего не случится, зерновые. Это такое скользкое дело. Сейчас вот муль заведется, жара пойдет, начнет там летать, не дай бог. Можно ли сказать, что вот у вас биопроизводство, оно сейчас приносит большую прибыль хозяйству, чем интенсивное. Ну, наверное, да, можно сказать. Да, да. Андрей Валерьевич, а вот границы между, должны быть интенсивного и биопроизводства? Буферные зоны, да? Буферные зоны, да. Ну, должно быть гарантировано то, что на биополя не попадают запрещенные экостандартными средствами. Как таковых, жестких норм, предположим, там, 10 или 15 метров, такого не существует в общей мировой практике. но вместе с тем есть такое требование, что не должно быть загрязнения запрещенными экостандартными веществами. Ну, например, если это в некоторых случаях достаточно дороги между, и в Европе это часто так происходит, когда существует дорога между полями обычного сельского хозяйства и, соответственно, экологическими полями. Бывают случаи, когда поля встык расположены, это более тяжелый случай, тогда, как правило, либо используются буферные культуры, либо происходит скашивание культуры экологической, которая, соответственно, идет как обычная, то есть, в обычном производстве поступает, и только после этого идет уборка. То есть, вот эту дорогу, да? Сколько обкрашивается? Четыре метра больше? Такой метраж, который гарантирует, что сосед при опрыскивании, предположим, своей техникой не попал на посевы. То есть, это в каждом конкретном случае оцениваются риски. Ну, например, в Европе зачастую там является фактором разграничение и то, когда соседи друг друга знают и договариваются, что он будет опрыскивать тогда, когда ветер не в сторону экологических полей. Разумеется, не должно быть никаких заездов соседа на поля экологического сельского хозяйства. Ну, в данном случае мы сегодня наблюдали, да, на полях. Там дорога разделяет, да? Видели? Да. Вот. Я, по крайней мере, заездов никаких не увидел, да, на полбу. Вот. Хотя, да, действительно, если только это, предположим, какой-то околог или просека, овраг с деревьями, добавок ко всему, то это, конечно, более гарантированное разделение, еще более гарантированное. Но дальше начинаются вот эти все теории рисков. Если хайвей там или там автострада, автобан, по которому постоянно машины ездят, там, соответственно, свои будут нормы в каждом конкретном случае. какая дорога, какое движение, как расположены поля. И в зависимости от этого сильные рекомендации. Бывали рекомендации, когда высаживают лесополосы, в том числе, от дорог. Я хотел сказать, что у нас основная масса полей, она у нас, мы старались всех выделять ограниченные лесополосами. То есть даже если вот у нас, помнишь, первый год мы на большом поле 244 гектара. Оно же не сразу стало. Мы сначала там 20 гектаров выделили, где био, потом добавили всю эту полосу, 98 гектар стало. Потом тут еще добавили 20 гектар. Ну, вы же понимаете, когда вводишь и не знаешь, куда продать. Это большой вопрос. Поэтому...